здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики постоянные зрители гости случайные посетители рада вас приветствовать на нашем канале vita virtus на канале youtube и сегодня у нас будет расклад для тех кто ждал колоду царь на долгожданной колоде царь то не ждал просто расклад и посмотрим тему такую позвонить напишет закатанный человек колода будет новая открывать буду при при вас перетусовывать наверное вырежет моменту что долго это делаю ну что сделаем расклад посмотрим позвонить напишет выйдет ли он первый на навстречу вы сделаете он первый шаг стоит ли ждать загаданного человека стоит ли первый делать шаг он ли сделает первый шаг и что будет после примирения вообще что даст вам это примирение что изменится после примирения колоду буду открывать новую полюбилась не только мне вижу это колода у нас есть такой обычный новая колода свежая не загадывает желание но обычно говорят что когда свежая колода не меньше энергетики различные чужой да будут говорить правду на это принципе говорить себя правду итак будет пять вариантов подумайте о своем загаданном человеке посмотрим позвонить напишет выйдет ли он первый на связь пять вариантов первый вариант второй вариант третий четвертый и пятый вариант если нужно время ставим на паузу под видео будет указан тайм-код первый вариант лесу фортуны да конечно отказывается от своей удачи во первых судьба на вашей стороне и фортуна на его стороне потому что вы ему идете на удачу на вопрос да или нет да единственное это произойдет возможно не обдуманно возможно это произойдет случайно нежданно-негаданно потому что колесо фортуны как правило это и человек не ожидает и вы этого не ожидаете может получиться спонтанно может получиться случайно но либо это называется стечение обстоятельств это игры судьбы это игр фаркнут фортуна дай к лесу жизни жизнь вас сведет в любом случае при любых обстоятельствах потому что но судьбоносная карта карта судьбы не просто так человек то возможно случайно не случайны у каждого по-разному но по кольцу фортуны вас в любом случае она сведет здесь не совсем даже зависит от него или от вас так сложится обстоятельства сделает ли он первый шаг к вам до хорошо честно да сам напишет сам напряжется и это будет в его интересах единственное возможно он будет ждать удачного момента либо для него либо для вас не знаю но то что он напишет сам от него будет сообщение от него будет либо картинка либо фотография но решение будет обдуманное решение будет не просто тогда она случайно как-то так сложится обстоятельства что он примет возможное решение что ему лучше с вами либо нужно возвращаться к вам либо нужно написать вам но действия и свидания и шаги и вообще начальный этап все будет будет исходить от первого варианта что на него так повлияет в связи с чем страдать начать семью захочет либо у него в его семье имеете ввиду и мамы либо если че жена семья но все что угодно в его семье в его близком окружении будут происходить какие-то непонятные ситуации будет очень тяжело человеку нужно будет что-то менять жизни и он поймет что-то сделать с помощью вас либо вы ему поможете это сделать либо как страхи строить какие-то новые отношения либо страхи новых отношений либо страхи в тех отношений в которых он находится но повершена эта безумная тяга к вам каким образом это возникнет от одиночества вот рядом с вами он чувствовал себя мужчины рядом с вами он чувствовал себя императором рядом с вами чувствовал себя в комфорте эту adds комфорт это не знаю такое когда女щина превозносит мужчину Либо вот реально он чувствует рядом с вами себя мужчиной в достойных условиях. Ну, вы его удача, вы его фортуна, вы ему идёте на счастье, на жизнь. Может быть, он этого не осознаёт окончательно? Нет, вы его... Возможно, он и ошибался, и выбор делал не в вашу пользу. Но он почему-то уверен, что... Умеренность, справедливость, очень много судьбоносных карт. Это как загаданный человек уверен до конца, что в любом случае вы будете с ним. Потому что здесь судьба на вашей стороне, фортуна на его стороне. Он такой везунчик. Вот он считает, что он появится, и вы будете рады ему при любых обстоятельствах. Поэтому стоит ли ждать? Тут стоит, не стоит, он в любом случае появится. Я, конечно, не творец, не Господь Бог, не кто-либо другой. Это всё вероятности, да? Но здесь очень высокая вероятность, что человек появится. Что у вас будет после примирения? А вы как-то его переросли, вам с ним будет скучно. Да, вы опять начнёте вкладываться. Будете, во-первых, долго думать, стоит ли идти с ним плыть в одной лодке надёжно. Потому что человек уже себя показал как ненадёжный. Вы себя рядом с ним не чувствуете, женщины. Да, вы превозносите его, но, возможно, до того момента, пока он появится, вы либо сравните себя, вот своё ощущение, своё состояние, либо рядом с другим человеком, либо просто вот без него. Вы будете очень сильно сомневаться, стоит ли с ним идти в будущее. Может быть, легче отказаться. Почему? Потому что вы не чувствуете себя женщиной рядом с ним. Тяжело. Первый вариант. Мужчина вернётся, но отношения будут на вас. Если женщина не чувствует себя девочкой, если женщина не чувствует себя, она теряет себя как женщина, она теряет себя как императрица, она теряет себя как себе уважение, как себя в жертву приносит ради этого мужчины. Пройдёт ли, видимо, слишком много времени, вы как почувствуете, вот насколько хорошо, либо без него, либо вы осознаете что-то. Но на вопрос, вернётся или нет, да, вернётся. И даже будет стоять перед вопросом, будет стоять перед принятием, перед выбором, стоит ли идти с ним в будущее. Второй вариант. Вернётся ли загаданный человек. Луна, он боится к вам возвращаться, он понимает, что это бессмысленно, он понимает, что это уже никак, но, возможно, связывали семейные узы, возможно, связывали более близкие узы, потому что Луна часто не только на обман, это и как родство какое-то, потому что притяжение есть, но страх есть. На вопрос, да или нет, здесь всегда непонятный ответ, мы будем сейчас смотреть, потому что может даже и да, но он боится сделать шаг. Очень много было обмана, и, скорее всего, возможно, ну, возможно, вы уже с другим мужчиной, либо будете уже с другим мужчиной. А почему эти страхи, откуда эти страхи? Возможно, загаданный человек сам принял решение быть одному, а, возможно, это сомнение, стоит ли ему идти вообще в отношения, потому что он уже как привык быть один. Он привык быть один, и, возможно, это такой типаж мужчины, который в паре, не в паре, в браке, не в браке, он по жизни сам по себе, он по жизни один, он не думает, он не парный. Но вас связывало что-то очень близкое, связывали, возможно, либо совместное проживание, либо вот, ну, близкие, какие-то родственные такие связи, возможно, проживали вместе. Но просто, сделает ли он первый шаг, он будет как-то появляться косвенно, либо закидывать какие-то удочки, либо вот какие-то такие сообщения, либо от него будут приходить новости, потому что манипуляции от мужчины будут по пажу. Но это редкие шаги, не основательные шаги. Может быть, будут какие-то поздравления, может быть, будут какие-то сообщения, может быть, будут какие-то картинки. Он будет вас возвращать? Не может. Он считает, да, очень похоже, что второй вариант, вы уже в других отношениях, либо вы уже в других отношениях, либо вы будете в других отношениях, либо у вас есть другой мужчина. Он считает, что это бессмысленно. Очень много страхов, очень много неуверенности, и лучше я буду один. Одному мне комфортнее, одному мне увереннее. А зачем мне всё это надо? Нафиг мне всё это нужно? Всё сложно. Но манипуляции какие-то будут, о себе будут периодически давать знать. Стоит ли вам первое делать шаг к нему? Ну, и называется, если ваш муж не против, то можете. Ну, вам как-то надо переступить через императора. Либо, если вы свободны, если вы свободны, тогда нужно окончательно понять, потому что здесь нужно сделать паузу и посмотреть, видите ли вы в этом человеке мужа. Видите ли вы его своим императором, видите ли вы его своим мужем. Тогда имеет смысл. А так как-то вот не совсем. Хорошо, допустим, вот вы помиритесь. Ну, первый, второй вариант, не знаю, не вижу я вас вместе. Ну, если такое чудо произойдёт, вот если вы помиритесь, если вы сойдётесь, какими будут отношения? Постоянная работа, постоянный труд по восстановлению отношений, женщина постоянно на стрёме, вот по-другому как-то не могу сказать. Парой вы будете, король мечей, король его мечей. Возможно, женщина просто думающая головой, возможно, женщина такая холодная, прагматичная. Придётся стать более нежной, более ласковой. Нет, ну, нет, всё. Это вот женщина, вы приносите себя в жертву и становитесь вот такой вот нежной зайкой, лапочкой, которая строит, которая просто кладёт себя, всю себя, всю свою личную жизнь. Понятно, что личная жизнь и отношения, это как бы неразделимо, да, но здесь как просто полностью приносите себя в жертву через бой, через страдания этого мужчины. У мужчины эгоиста, мужчина-одиночка. У мужчины такое ощущение, что он всю жизнь жил просто один. Ну, то есть он может жил и в семье, но он живёт сам для себя. И, скорее всего, у вас либо есть мужчина, либо уже появится в этом времени мужчина. Очень скоро. Третий вариант. Здесь мужчина будет появляться постоянно. Это зависимость. Это дьявол лучшего, скорее всего, секса, не знаю, либо эмоций у него ни с кем не было, как и с вами. Он будет постоянно появляться в вашей жизни. Он будет постоянно присутствовать в вашей жизни. Но здесь можно называть зависимостью, можно называть обоюдной зависимостью, можно просто сексуальным влечением, можно просто безумным желанием. У каждого могут быть разные стадии отношений. У кого-то болезненные, у кого-то неболезненные. Но это такая энергия, которой не хватает. У каждого она возникает при различных обстоятельствах. У кого-то через ревность, мужчина вас цепляет на ревность и получает это удовольствие. У кого-то просто при виде вас, при присутствии вас. Но вы в мужчине будоражите определенный поток энергии, безумный такой, страстный. Он может быть и агрессивный, он может быть и мягкий, какой угодно. Но дьявол – это мощный. То есть он мягким не может быть. Ну, страсть у каждого в зависимости от человека. Но на вопрос «да и не да», у меня такое ощущение, что он постоянно присутствует. С ума он сходит. Он легко как-то будет появляться по любым причинам отстраненным. Просто иногда как бы напоминать о себе. И ему бы, конечно, хотелось, чтобы вы к нему обращались за какой-то помощью. Потому что не всегда ему комфортно делать первый шаг. Он будет как-то подстраивать ситуации под то, чтобы вы к нему зачем-то обращались. Либо будет по каким-то глупостям писать, звонить, напоминать о себе. Вот, не знаю, с каким-то праздником, с днём взятия Бастилии, не знаю. Ну, вот по каким-то глупостям. Так, чтобы вы реагировали, так, чтобы вы шли его навстречу. Дёргать будет постоянно. Ему нужно знать, что есть связь. На вопрос «позвонит, напишет ли он первый», он, по-моему, такое ощущение, что он переделает с определенной периодичностью. Это ждёт, 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 не выдерживает, звонит, пишет. Выдерживает, звонит, пишет. Стоит ли его ждать? Чего его ждать? Наоборот, по третьему варианту здесь женщина берёт паузу. У вас всё стабильно, у вас всё хорошо, вы в любой момент можете восстановить эти отношения. Мужчина безумная. Да, у него страсть, у него безумная. Мужчина, это не любовь-любовь, но хотя можно по-разному считывать. Он безумно вас хочет, он безумно вас желает, он хочет вами повелевать, владеть, обладать. Если вы свободны, он хочет, чтобы вы были его женщиной. У мужчины сильная связь к вам, сильное притяжение. Но... А что у вас не так вот в отношениях-то? Ну да, есть какие-то обстоятельства, которые надо переступить. Либо кому-то нужно развестись, либо кому-то нужно признаться в какой-то правде. Ну, короче, есть обстоятельства, которые препятствуют. Они реальные, они невыдуманные, они существующие, с которыми нужно побороться. Но, видимо, не хочет бороться, но здесь у мужчины безумная привязка к вам и безумная зависимость. Ну, либо у женщины проиграется, либо у мужчины, но отношения, люди между собой связаны вот этой страстью, желанием. Стоит ли вам первый делать шаг? Нет, здесь не стоит. Здесь надо сидеть ровно. Да, я смысла не вижу. Нет, вообще здесь не стоит никаких шагов делать. Мужчина сам появляется постоянно. Вот если вы помиритесь, если вы сойдете, что у вас будет в отношениях? Вам он не нравится? Если вам не нравится, он бы хотел с вами стабильных отношений, он бы хотел каких-то... Делать он ничего не хочет. Либо разводиться не хочет, либо признаваться не хочет в чем-то, но хочет постоянно с вами встречаться. Часто у меня проигрывается третий вариант — ситуация с работой. Либо какой-то бизнес будет предлагать, потому что хочет вас связать с планами на будущее. У некоторых может с ребенком связывать, у некоторых какими-то планами на будущее, потому что свое общее дело, ваше личное, как ваш союз какой-то, это как и ребенок, и как может быть какое-то дело, Какая-то фирма, союз, какая-то компания Какая-то работа Потому что ребенок планы на будущее Какое-то ваше детище Которое будет вас связывать в будущем Женат Да, очень похоже У всех по-разному очень похоже, что мужчина женат Брак так себе Просто связанный с законом Подстраиваются друг под друга Но Важен для него Важен, возможно, материальным Связаным узами Не важно На вопрос, позвонить, напишет ли Да, здесь мужчина и позвонит, и напишет И появится сам, либо сделает так, чтобы вы что-то сделали Но я не вижу От него таких более конкретных шагов Он хочет, чтобы вы были его И на этом, в принципе, все как-то заканчивается Четвертый вариант Так, если вы расстанете, то вы расстанетесь Если вы расстались, то уже расстались Скорее всего, нет Вот если вы расстаетесь Если вы расстались Да Потому что здесь как умерла, так умерла Если вы узнаете, что взаимодременно отсутствие мужчины в вашей жизни У него начался роман Потому что он позиционирует себя, что он один У него начался роман с другой женщиной Либо он вернется к другой женщине Вы, скорее всего, сами поставите точку Вы, конечно, спрашиваете Позвонит, он напишет Но для вас этот человек умрет Потому что смерть такая неоднозначная карта Ее можно по-разному считывать Это называется Можно начать с нуля Можно начать, не знаю, с минус один С минус два Как угодно Но здесь четвертый вариант Если вы узнаете, что у него кто-то был И он пропадал Потому что у него были просто другие женщины Он для вас умрет Ну, в переносном смысле Что все, он для вас не будет существовать На вопрос позвонит или напишет Да, у вас какая-то связь есть документальная Возможно, связь по работе Возможно, по каким-то вопросам Он будет вам писать Он будет иногда вам какие-то фотки сбрасывать Либо как-то через общих знакомых Потому что на вопрос позвонит, напишет Да, но вот четвертый вариант Здесь человек, который смотрит Вы какие-то вещи не простите Ну, уже все Вот, видимо Одно дело верить в то, что Вы уже в это поверите Что его невозможно переделать Что это мужчина, загаданный человек Который живет сам по себе Неважно с кем он Без кого он Он сам по себе Но если вы узнаете То не будете вы его уже переделывать Надо ли вам его переделывать А вы уже устали под него подстраиваться Вы так все это делаете Здесь Вы знаете, что он общается с другими женщинами Здесь очень похоже, что с другими женщинами Мужчина параллельно общается Просто пропадает Общается Возвращается Будет ли он вас добиваться возвращать? Да, будет А что не так в ваших отношениях? Тяжелые отношения Тяжелые отношения Называется «Играем в одни ворота» Наелись в этого прошлого уже Пробовали вы все У вас чувства к нему И любовь к нему И делали все для того, чтобы ему было хорошо Устали Устали играть в одни ворота В отношения остались в прошлом Сейчас у вас Я не могу сказать, что у вас разрыв Здесь как вы принимаете решение поставить точку окончательно Такая вот как естественный процесс отмирания отношений У вас просто отношения стали сходить на нет Человек стал реже писать Человек стал реже появляться Это больше связано с тем, что он общается с другими женщинами Стоит ли вам первый делать шаг У вас другой мужчина уже есть Либо появится, либо есть А вообще вот такая позиция должна быть Мужчина должен сам делать первый шаг Не стоит Не стоит вам делать первый шаг Либо если это мужчина, который Ну, тоже немножко такой интерес материальный Если мужчина действительно как-то каким-то образом вам помогает материально Есть какие-то нюансы, которые вы зависите от него материально Потому что очень много пентаклиевых карт Хотя я больше сказала, что мужчина от вас зависит Через ваши связи, через ваше знакомство Через вашу работу, возможно Но если каким-то образом вы материально связаны Либо мужчина вам материально помогает тогда имеет смысл ответить ему взаимностью на то что он будет вас вам писать и объясняться вам любви пытаться создать с вами новый мир союз тогда да вообще как бы идет другой мужчина на взаимообмен на обмен другой мужчина ладно вот допустим вы его приняли хорошо решили его в очередной раз переделать сделать из него из отшельника сделать своего мужа императора что из этого всего будет что из этого получится вы победите вы молодец скучно будет искренне каждый сам по себе в этого короля мечей холодного победите вы добьетесь своего вы опять вернетесь в союз а вам уже не интересно вы переросли вам будет не интересно скучно и ему рано или поздно станет скучно он какой-то мужчина вы постоянно будет или Nelson деть вы постоянно будет что-то искать и ничего не рассказывает вам недели сон не пускает в душу он может на меня что то такое интересное рассказывать вы будете думать боже наконец-то дал такой искренне он мне открылся нет он дозированная дает информацию он не пускает до конца то есть вы опять же будете как сами каждый сам по себе ну такой вот вариант да здесь возможно примирение но в том случае если вы готовы его простить либо готовы или действительно на сто процентов знаете что никакого общения с другими женщинами не было тогда эта смерть проиграется как трансформация как начало нового с нуля больше идет что он там общается еще с кем здесь женщине нужно делать шаг это вариант здесь лучше женщине делать первый шаг если вам действительно больно если вы комментарии не буду бороться за этого мужика но здесь как-то что такое произошло что здесь женщина виновата женщина сделала больно да и тоже больно и неприятно но тут зависимости от ситуации надо взвешивать все за и против насколько вам это важно если это брак то это брак хотите вы сохранить что женщина может быть замужем чувство задеты эмоции задеты но где женские карты здесь скорее всего это будет женщины первой делать шаг будет ли вам он идти к вам навстречу да это возможно да это возможно пока 50 на 50 мужчина колеблется он не знает что делать а что у вас произошло такое несколько отношений просто шли в тупик все разрушилась скорее всего у меня такое ощущение что женщины было желание выйти из этих отношений либо уйти из этих отношений как-то так сложилось само собой либо что-то произошло не могу понять что он общий вариант причем потому что судьба вас реально подвела к чему-то когда вы можете пойти либо восстановить отношения либо пойти в новое отношение вы сейчас стоите на распутье вы сейчас стоите на вот такой знаете как порог надо его переступить либо вернуться назад и сохранять отношения либо идти в новую жизнь выбор за женщины здесь мужчина ничего не решает если вы хотите вы можете как-то побороться стать такой мягкой пушистой зайкой кошечкой кисой не знаю лисичкой вы можете но если вы уйдете потому что божий суд то всегда высший суд то всегда перемены к лучшему то есть у вас сейчас судьбоносный такой момент я больше скажу видео выходит как раз такой период даты когда вот венера в соединении с кармическими узлами как раз такой период конец июля 1 числа августа ну конец июля это как раз все что касается личной жизни любые перемены либо любые ваши решения они надолго они связаны с вашей судьбой и здесь пятый вариант нельзя надеяться на мужчину здесь нужно все взвешивать самой и принимать решение что вы хотите ниже что он будет делать шаг что ему некомфортно это делать очень не знает ну как бы тут он как брошенка либо он как обиженный он как-то вот как мужчина пытается за мужчина пытается прийти в какому-то баланс успокоиться стоит ли первый делать шаг опять же все перепроверьте все перри вы можете сделать шаг от вас идут движения от вас идут шаги узнаете какую-то подробную информацию прям вот если уходить если разводиться вам нужно конкретно собрать очень много данных про него про себя вот просто все взвесить за и против вообще нет мужских карт здесь все решает женщина судьбоносный вариант женщина принимает решение женщины женщины выбор стабильность там когда вы трудились просто над тем чтобы все все всем было комфортно то есть вас последнее время последнее время в отношении было такое состояние когда женщина просто чтобы только ничего не подумал только чтобы не было скандала только чтобы все было ровно хорошо только чтобы все было в зоне комфорта только чтобы никто ничего не подумал Ну, здесь все равно наступил такой момент, что нужно делать выбор, нужно что-то решать. Если вы, допустим, пойдете навстречу, к чему это приведет? Ну, ничего особо не изменится. Да, вы наладите общение, но ругаться будете, вспоминать будете. Скандал еще, ссоры будут, выяснение отношений. Вы будете закрываться, уходить в себя. Ну, то есть, какой-то занимать позицию, все, я не хочу, чтобы разговаривать, я ушла. Если вы помиритесь, к чему это приведет? Да, вы останетесь в отношениях, как бы в совместном проживании, либо в четырех стенах, но будете жить на расстоянии. Семья на расстоянии. Да, вы можете вернуть отношения, но вместе как жить, приехал-уехал, либо гостевой брак, либо живете на расстоянии, либо в разных домах, в разных квартирах, либо все равно очень часто между вами будут расстояния. Можно вернуть, но просто здесь нужно решить, вы хотите идти в хорошие отношения, новые, будут ли у вас новые отношения. да у вас уже даже кто то есть на примете либо появится корольку 5 вариант нужно все хорошо взвесить и понять сама для себя решить хотите восстановить эти отношения или нет такие были варианты хорошая карта еще на обороте мир карта мира примирения налаживание отношений всем мира всем добра всем счастья всего самого доброго и до новых раскладов